Забеба Ньюс в эфире Теперь не только в интернете, а еще и на 51 канале Здравствуйте 100, ну вообще 110 дней правления Бориса Альбертовича Филатова Было отпраздновано 16 марта Абсолютно верно На сцену вышла вся новая команда За исключением Нысенко и Молошной Дмитро Погребов, Владимир Миллер, Светлана Епифанцева Ирина Кульбашна, штатный радник Меськов Головы Были подведены итоги, из которых следует, что достижений как бы есть, но меньше, чем хотелось бы Мы можем ходить в церковь или не ходить Как известно, в течение первых 100 дней Борису Альбертовичу Филатову было достаточно трудно работать, ему мешали Моя задача сшить мой родной город, в котором есть место для всех Были розданы купоны на перспективу Очевидно, Борис Альбертович, теперь ты заработаешь в полную силу Теперь-то все дела пойдут на лад Ну и по мелочи Например, пасоножки Епифанцевы и ее пламенная речь Мы в восторге Я хочу сказать за это спасибо большое нашему мэру На следующий день был горсовет И на горсовете принималось всякое Быстро обо всяком на горсовете Подкрутили регламент и положение о комиссиях Приняли требование к Петру Порошенко освободить всех узников российских тюрем и вернуть их на родину Важно Фри Савченко Ликвидировали спецАТП со всеми его гнусными автомобилями Вероятно, много сэкономим теперь Наконец-то 54 голосами решили проблему воды для жителей Северного, Южного и Тарамского Это кое Запретили курение в общественных местах и приняли секретаря горсовета А шо там по бюджету? В следующий раз 23 марта Зашквар вокруг муниципального канала продолжает набирать обороты К нам в руки попала прикольная бумажка с печатью и подписью Федорова Из нее следует масса интересного Так, например, за 3 миллиона из 19, которые просят на развитие канала Собираются отремонтировать помещение А вот 1060 гривен на покупку лицухи для вещания как-то денег не выделили И на сайт тоже денег не выделили Зато собираются чего-то там ремонтировать Вообще, вообще, если так идут дела Ребята, снимите у меня мою квартиру Я уеду жить в Лондон Новая фамилия Дмитрий Старовойтов Скорее всего, теперь возглавит КП Горсвет К Дмитрию мы, конечно, продолжаем присматриваться Но там прекрасно прямо с ходу Потому что Дмитрий сразу же выкатил программу На полмиллиарда гривен По организации освещения в Днепропетровске Свет будет из всех щелей Отвечаю Этот Старовойтов, он же приехал из Киева И, кстати, говорил, что Борис Альбертович значительно лучше господина Кличко А с этим не согласиться нельзя Действительно лучше Остальные КПшные дела тоже достаточно прикольные Вот, например, на электротранспорте в этот раз решили сэкономить Вероятно, сэкономлено отправят на городское освещение Там примерно так В прошлом году было около 130 миллионов Плюс 30 миллионов прислали из Киева А в этом году все вместе Миллионов на 10 Меньше Не знаю почему Наверное, потому что на электротранспорте в Днепропетровске никто не ездит Кстати, в отличие от электротранспорта На ремонте дорог экономить планов нет Парковки Главная проблема с парковками на сегодняшний день такая Вроде бы горожане платить не против Вроде бы горожане даже деньги самостоятельно отдают Да только по дороге в сторону горсовета и городского бюджета Эти деньги оседают в карманах разнообразных негодяев и злодеев Чуть ли не самих вот этих вот страшных парковщиков Теперь за дело возьмется Приватбанк И уж тогда-то точно на парковках необелеченным никто не останется А деньги целевым образом попадут в бюджет Это прекрасно Без юмора и подначек Приватбанк, мы в тебя верим Борец с киосками Руслан Мороз Руководитель КП Управления по организации контроля благоустройства объектов сферы отдыха потребительского рынка И защиты интеллектуальной собственности 15 марта Пал жертвой нападения на его офис Ну а в каком смысле пал? Офис разгромили какие-то злодеи Есть ли какая-то связь с деятельностью Руслана Мороза по отношению к мафам? Мы не знаем Но нутром чувствуем, что все это неспроста Руслан, держись! Демонтировали памятник Кирову Технично, с лесами, силами коммунального предприятия Ни пиара, ни обезьянных плясок на трупе поверженного памятника Все культурно Вот что раньше так было не делать? Ничего не понимаю Ничего не понимаю В Терновке СБУ изловило организатора пророссийского подболия Который через социальные сети Питбурювал Питбурювал громадян Украины Украины Питбурювал громадян Украины Так, так а все, новости кончились Ну и о призовом розыгрыше, конечно Первая приставка уже нашла своего владельца Не расслабляясь особенно, мы стремительно разыграли вторую Незамедлительно и решительно мы разыгрываем приставку номер 3 В этот раз правила такие Посмотрел ролик, вступил в группу И на вот этой вот странице нажал на кнопку поделиться Внимание в Фейсбуке и ВКонтакте Пускай все твои друзья знают, где правильные новости На сегодня все Ставьте лайки, подписывайтесь Куда вы меня тащите? Моя Продолжение следует...